СОЮЗГОСЦИРК В театре он руководил Ленкомом, Малым и Большим театрами. В театре его обожали. Он делал очень много для артистов. Был таким добрым папой для артистов в театре, что нечасто бывает. Все знали, Голеватов – это награды, звания, квартиры. Если вы так более-менее театрального человека спросите, который не только сейчас, но и раньше ходил в театр. А вот директора были такие хорошие. Все назовут Калеватова. Все назовут Калеватова. И вдруг как гром среди ясного неба обвинения во взятках. Калеватов, как утверждало следствие, годами собирал дань со своих же артистов в обмен на зарубежные гастроли. Поверить в виновность Калеватова многие просто не могли. Ни тогда, ни сейчас. В этом деле было столько неувязок, что оно по-прежнему вызывает массу вопросов. И главный, кто в действительности стоял за процессом циркачей. АПЛОДИСМЕНТЫ В самом начале 1982 года в СССР появился новый поистине народный хит. Это была песня «Куда уехал цирк». В эфире новогоднего огонька, который снимался в цирке на Цветном бульваре, ее спели дуэтом Алла Пугачева и Спартак Мишуна. Уже на следующий день она зазвучала отовсюду. АПЛОДИСМЕНТЫ И виновником всех чудесных превращений является Игорь Кио. Не пройдет и трех недель, как любимец советской публики, иллюзионист Игорь Кио, он вел тот новогодний огонек вместе с Пугачевой и Мишулиным, окажется на Петровке 38 в качестве свидетеля по делу о взятках в Союз Госцирки. Вместе с другими звездами Манежа. Из мемуаров Игоря Кио «Иллюзии без иллюзий». Когда Колеватова арестовали, это всех нас повергло в шок. Буквально дня за два до случившегося он приглашал меня перед моим отъездом на гастроли в Рязань. Анатолий Андреевич жаловался на боль в горле, на какую-то операцию собирался лечь. Но был в очень хорошем настроении. Ничто не предвещало неприятностей. Колеватов был частью системы. Да, он принял правила игры. А могло ли быть иначе? Он вполне искренне не понимал, в чем его обвиняют. И будто до последнего не верил, что ему угрожает реальный тюремный срок. Директоров цирка увольняли, если загрузка в зале, у нас есть такой параметр, на сколько процентов загружен зал. Если загрузка зала 89%, 89% уволены. Цирк в СССР всегда был на особом счету. Ведь цирковое искусство понятно всем, независимо от уровня образования и национальности. В любви советского партийного руководства к цирку был еще и чисто коммерческий интерес. 50 ведущих артистов советского цирка начали свою гастрольную поездку по Индии с выступления в Бомбее. Каждый выезд советского цирка на гастроли за границу, а выезжали тогда огромными труппами по 200-300 человек, приносил казне миллионы долларов. В 56-м году, когда рухнул железный занайся, приехала наша программа сначала в Брюссель, а потом в Лондон, там жгли костры. Жгли костры, потому что ночью ждали, когда откроются кассы, холодно. И сидел полу Лондона, чтобы посмотреть на наших жонглеров и акробатов. В СССР цирк был единственным учреждением культуры, которое не то что дотации от государства не получало, наоборот, было источником валюты для госказны. Были периоды, когда самое страшное, когда зерно покупалось на деньги цирка, когда мы были единственным источником инкомом валюты. Запашный, Дуров, Никулин, Попов, Назарова, Бугримова, Рогальский, Филатова, Кио – это были не просто фамилии на цветастых афишах, а самый настоящий золотой фонд страны. Предыдущие директора, в основном партийные назначенцы, с артистами не особо церемонились. И даже звездам первой величины не считали нужным демонстрировать элементарное уважение. Но с появлением Колеватова в цирке все изменилось. Олег Попов пришел, первая встреча. Он говорит, Олег Константинович, вы наш бриллиант, мы ваше оправо. Попов выходит, он мне рассказывает, ну классный же вообще. И он за неделю со всеми помирился. С Никулиным они подружились, и у них вообще переросло в настоящую дружбу. Из мемуаров Игоря Кио «Иллюзии без иллюзий». Когда в 79-м году исполнилось 60 лет советскому цирку, он устроил такой юбилей, которого, простите меня, цирк даже не стоил. А количество наград было таким, что в первую очередь ошеломлены были некоторые из награжденных. Звания присваивались даже артистам, которым такое и не снилось. Он представил к наградам около 300 человек. Это немыслимо. 4-5 человек, ну 10 человек, 300. Медали, еще медали, ордена и звание заслуженного артиста. Наверное, 150 человек получил. Народных, наверное, 40. Народных СССР 5 человек. С того грандиозного юбилея, празднование проходило не где-нибудь, а в Кремле, осталась одна единственная фотография. Все они, заслуженные народные, в январе 82-го окажутся в списке свидетелей по Калеватовскому делу. Это был четверг. Анатолия Калеватова арестовали в разгар рабочего дня на глазах у подчиненных. Он был колесоподавлен. Он не ожидал никак, что его сразу возьмут прямо в кабинете. Прямо сразу под белые ручки и на Петровку. Калеватова взяли в разработку еще в конце 81-го года, когда в ОБХСС появилась информация о том, что глава Союзгосцирка берет взятки с артистов практически за все. За утверждение номеров, за повышение квалификационного разряда и, конечно, за право выехать в заграничное турное в составе группы. Я стоял, курил на втором этаже в нашем Союзгосцирке. Стоят два мальчика, два акробата. Вот такой разговор о роли Калеватова. Один говорит, господи, я только-только освоил тройной сальто. У нас это пик. Я положил на него два года жизни. А второй стоит, они курят. Он говорит, ну и дурак. Зачем тебе это надо? Ну как зачем? Я бы хотел поехать в хорошую поездку, матери дом построить, там что-то такое. Он говорит, да кто же сейчас? И ты из-за этого два года репетировал? Два года шею ломал? Возьми пять тысяч рублей, одолжи, где-то отнеси наверх и поедешь в хорошую поездку. Еще до ареста, во время обысков в квартире и на даче Калеватова, оперативники изъяли ценные вещи, дорогую аппаратуру, дефицитную одежду и украшения на общую сумму 2 миллиона рублей. Вот причем для того, чтобы вывезти все из дачи, потребовалась грузовая машина. Опись вещей, изъятых в доме Калеватова во время обыска, сегодня выглядит комично. Я видел фотографию, в прокуратуре велось следствие, там вот, где столешников переводят. И была сфотографирована комната со всем этим делом. Но вы бы, наверное, смеялись, потому что достаточно там какие-нибудь женские туфли, там, не знаю, кожаный пиджак. Причем такого, я не могу сказать, что какой-то роскошного выделки. Но тогда, в 80-е, даже кожаный пиджак считался предметом роскоши. В стране был тотальный дефицит. Тогда это вообще дорого стоило. Телевизор, там, допустим, какой-нибудь Грюндик или Сони, 5 тысяч рублей при зарплате в 200-250. Комиссионки. Только там можно было купить иностранные товары. Березка приезжает, и в Москве начинают ходить в каких-то маечках. Продавали эти вещи. Собственно говоря, и с цирком так же было. Кстати, надо сказать, что именно благодаря артистам советского цирка в Советском Союзе впервые появились плащи-болонья, нейлоновые рубашки, складные зонтики, серебряные цепочки. Все, что было тогда модно. Иногда цирковые везли дефицитные товары вагонами. У них было настоящее ноу-хау. Хищные животные. Вот представьте себе, едет дрессировщик тигров, скажем. Значит, товарный вагон, в котором везут тигров. Как это делалось? Значит, настил, который выстилается, условно говоря, пакетиками с плащами в баллоне тогда супермодными. Потом второй настил, по которому бегают тигры. Таможенник приходит. Куда он полезет? Там тигры. Конечно, это все не проверяется. Там, грубо говоря, за три месяца гастролей в Японии можно было купить квартиру в Москве. Ну, трех комнат. Это был серьезный бизнес. И как в любом бизнесе существовало правило – благодарить. Из мемуаров Игоря Кио. Иллюзии без иллюзий. Колеватов принимал подарки от артистов, но принимал их совершенно не делая из этого никакого секрета. Я помню, как в 80-м году ему исполнилось 60 лет, и празднование дня рождения происходило прямо у него в кабинете на Пушечной улице. Приходили директора цирков, артисты, все с подарками. Он их принимал, не считая, что в этом есть что-либо зазорное. Колеватов пришел в Союз госцирка с театра. Он с детства мечтал играть на сцене. В 42-м окончил Щукинское училище и даже был принят в труппу Воктанговского театра. Там он влюбился в актрису Ларису Пашкову. Они всю жизнь прожили вместе, хотя и в гражданском браке. Бонжор, мадам. Соман, соман. Но вот его актерская карьера как-то не задалась. Чтобы не оставлять молодого актера совсем без работы, его назначили администратором. Тут-то и проявился его организаторский дар. Это был человек, который мог восторгаться, и даже вот как ребята работают, рабочие на сцене. Вот идет перестановка, и вот она получилась здорово. Он аплодировал, говорил, ребята, как это вы здорово работаете! Какие вы молодцы! И добивался премии. 350 комфортабельных номеров готовы принять приезжих. В умении решать бытовые вопросы Колеватову не было равных. На гастролях для своей труппы выбивал места в лучших гостиницах. По случаю премьеры мог организовать роскошный банкет в дорогом ресторане. Запросто находил общий язык с кем угодно. От театральной примы до осветителя. Слухи о талантливом администраторе Колеватове быстро расползлись по театральной Москве. И в 1950 году его пригласил к себе на работу директор Малого театра Михаил Царев. Вот если вы будете спрашивать у актеров, кем же был он? Он был отцом Малого театра. Царев был царик. А рядом был отец. В Малом театре Колеватов со временем дорос до директора. И многие актеры до сих пор считают себя его должниками. Нынешний художественный руководитель Малого Юрий Соломин часто вспоминает собрание, на котором решалось, кто из сотрудников театра получит служебную дачу. Очередь была длинная. Колеватов шел первым в списке, а молодой актер Соломин, у него тогда даже собственной комнаты не было, ютились с женой и новорожденной дочкой по съемным. Значился только двенадцатым. Он поднимает руку и говорит, можно сказать? Я, говорит, уступаю свое место Соломину. Вот у него дочка родилась, и вот они живут, снимают. И он настоял на своем. И все проголосовали. Я вот уже 50 лет живу на этой даче. Вот что такое Колеватов. Ни у кого в театре сомнений не возникало, кому идти за ордером на квартиру, путевкой в санаторий или премией. Собственно, при Колеватове артисты получили столько квартир, машин. Тогда нужно было за машиной стоять в очередь и, естественно, писать письма. Он эти блага выбивал, эти блага делал для своих артистов, для своих сотрудников. И поэтому отзывы о нем были великолепны. Колеватов не боялся никакой работы. Даже когда дорос до должности директора. Почему его театральный мир до сих пор вспоминает и любит? Потому что он свой, он родной. Он чемоданы носил, они ездили на гастроли, на автобусах тряслись, ночевали там непонятно. Он вырос вот в этом театральном кругу, понимаете? Но главное, Колеватов умел открывать таланты. В 1958-м его пригласили директором в Ленком. Любой другой, наверное, отказался бы. Театр переживал не лучшие времена. Однако Колеватов согласился, принял вызов. Вывести Ленком в тройку ведущих театров страны стало для него делом чести. Он не побоялся пригласить к себе главным режиссером Анатолия Эфроса. По меркам советской номенклатуры, это была неоднозначная персона. Он защищал то, что делал Эфрос. Он некоторые вещи брал на себя, так сказать, удары со стороны там всяких министров, начальников и так далее. Защищал для того, чтобы и состоялся театр, сделался. Ну, поцелуй меня в знак своего согласия. В те колеватовские времена в Ленком пришла целая плеяда молодых ярких актеров. Колеватов выискивал их по всему Союзу и буквально за руку выводил на московскую сцену. Если бы не Колеватов, то я бы никогда не попал в Москву и так бы и остался, может быть, до сих пор в Киеве, как мои многие коллеги. Говорить не с кем, писать некому. Неужто наша молодость пропала не за грош? Неужто судьба не станет к нам милосердней? В 1966 году Вячеслав Езепов вместе с женой служил в Киевском театре имени Леси Украинки. У них только родилась дочка. За домашними хлопотами молодые актеры уже и позабыли, как мечтали о переезде в Москву. Но однажды на пороге их квартиры появился Колеватов. Звонок в дверь. Я открываю, никого не ждал. На пороге стоят трое мужчин разного возраста. Самое главное, что один из них, обаятельный, моторный, с веселинкой в глазах, озорной, явно наслаждается моим полным смущением и говорит, молодой человек, можно к вам зайти? К вам пришел лучший режиссер Советского Союза, может, и Европы, Анатолий Васильевич Эфрос, вместе с сыном, а я директор театра Ленинского комсомола, который легендарный, лучший и так далее. У нас к вам предложение. Не хотите поработать у нас в театре? Оказалось, кто-то из столичных актеров был в Киеве, видел Езепова на сцене и по возвращении в Москву рассказал об этом Колеватову. Тот, недолго думая, помчался в Киев вместе с Эфросом. Он был одним из тех немногих людей, которых я знал, которые, не состоявшись артистом, а у него были все данные, но и глазки эти веселые, озорные, вечно меняющиеся темперамент. Он остался влюбленным в театр и в актерах, что нечасто бывает. А он был действительно рыцарем таким театром. Сажать будут. Одновременно с Езеповым в Ленкоме появился Геннадий Сайфулин. Колеватов переманил его из Центрального детского театра. Тогда атмосфера в театре Ленинского комсомола, где директором был Колеватов, была замечательная, торжественная, я бы сказал, приемка нового артиста. И в этой торжественной обстановке, значит, Анатолий Андреевич вручал нам пропуска в театр, где вы, значит, служите. Иди ко мне. Очень скоро театральная Москва восторженно заговорила о талантливых актерах Ленкома, Ширвинке и Державине. Они тоже пришли в театр по приглашению Колеватова. Каждый Новый год рвались люди, чтобы попасть на Новый год в театр Ленинского комсомола, потому что там такие замечательные шутники были, Капусенька, как Ширвин, Державин. И это же все надо на плечи дирекции, чтобы столы, закуска, выпивка, чтобы веселье было. Это было даже престижно попасть на Новый год в театр. Вскоре в Ленкоме взошла еще одна звезда. Совсем еще юный актер Валентин Смирницкий. Все знали, что он зять Колеватова. Но он показывался на общих основаниях, Валя Смирницкий. Это не было так прямую блат, что, ну, возьмите зятька. Но, тем не менее, артистов много же показывается. На меня обратили внимание. Ну, шо, вондурист, когда она мне женится-то? С дочкой Колеватова, Людмилой Пашковой, она взяла фамилию матери, которая в тот момент блистала на сцене театра Вахтангова, он познакомился в Щукинском училище. Правда, прожили они вместе совсем недолго. Развелись буквально через год после свадьбы. Но на отношениях с тестем это никак не отразилось. Смирницкий продолжал служить в Ленкоме. Колеватов его всячески поддерживал и опекал. Это не был чиновник-назначенец. Что часто случалось в те времена-то особенно. Ну, как назначали, по партийной линии, как правило, делал по райком партии. Понимаете, все чиновники, имеющие отношение к искусству, они все были назначенцами разного уровня. Многие. Ну, поэтому, как сказать, такое руководство было. А этот был из этой среды, он был свой. Он это знал изнутри. Это очень важно. Наверное, в этом тоже его было преимущество большое. Арест Колеватова в 81-м году стал ударом и для Смирницкого тоже. Хотя к тому моменту он уже служил в театре на Малой Бронной и с Колеватовым почти не пересекался. Поверить в то, что бывший тесть – злостный взяточник, Смирницкий просто не мог. Они не жили так роскошно, знаете, как вот роскошно. Подпольные миллионеры. Нет. Я как-то не очень замечал, что он, как сказать, ну, грубо говоря, что ли, такой алчный человек, который мог бы быть, заниматься какими-то левыми делами там и так далее. До Колеватова союз госцирком руководил Михаил Цуканов, бывший порторг Министерства культуры СССР. Он требовал от артистов дисциплины и максимальной выработки. Это при нем появилась норма заполняемости зала не ниже 90%. Он пытался вывести цирковых артистов на стадионы для того, чтобы повысить сборы. Артистам это не понравилось. Как-то раз Цуканов вызвал к себе Олега Попова. Он сказал, Олег, я прошу вас, вот там завтра отработайте несколько стадионов. Он говорит, я не буду работать, потому что я не вижу глаз зрителей. У Клоуна это правда такое, он должен, ну, хотя бы первый-второй ряд он видит, с кем он общается. Михаил Петрович взорвался, говорит, а вот вы ездите там в Австралию, в Германию, вы там работаете, во дворцах спорта в основном. Цуканов прикрыл многим артистам заграничные командировки на долгих 4 года. После многочисленных жалоб в Министерство культуры на место Цуканова был назначен Колеватов, который в этот момент возглавлял Большой театр. Он тут же отменил в цирке мораторий на зарубежные гастроли. И начали первые наши артисты привозить там какие-то пробные подарки, я думаю. Ну, пробные. Это был подарок, благодарность за то, что тебя пустили в поездку. И ты заработал в этой поездке гораздо больше, чем ты бы заработал в Советском Союзе. Во время следствия в качестве вещдоков проходили даже портсигары и простые импортные ручки. При тотальной коррупции, которая в брежневские времена захлестнула всю страну, от столицы до периферии, это вызывало вопросы. В те годы дать на лапу было нормой жизни. Ты мне, я тебе. Основное правило общения и работы. Ну, например, существует первый секретарь обкома, Новый год. Директор мясокомбината везет вот такой, я видел, ящик. И там такие колбасы, которые я в жизни не видел, в советские времена. Охотники такие, вот такие копченые, все-все-все. Я говорю, это вы куда везете? Образцы продукции просто попробуют. Директор ликероводочного завода вез коньяки. Это ящик. Это образцы продукции, это не взятка. Колеватов был частью системы. Да, он принял правила игры. А могло ли быть иначе? Колеватов вполне искренне не понимал, в чем его обвиняют. Он будто до последнего не верил, что ему угрожает реальный тюремный срок. Потом он когда к нам пришел, ему было под 60. И у Наджи он отмечал 60-летие. То есть он полагал, что при тех связях, и при том, что он уже пенсионер, что его никто не тронет. Ну, куда 60-летнего сажать? И по каждой вещи он давал показания. Да, эта вот вещь мне дала вот такая-то, передала, эта вот передала вот такая-то, такая-то, такая-то. И практически он признал все. И было принято решение о его аресте. Той же ночью об аресте Колеватова сообщила радиостанция «Голос Америка». А утром в управлении БХСС появились люди от министра внутренних дел Щелокова. Прекращайте дело и освобождайте Колеватова. У него нет оснований. Тогда вот не только партбилет положишь, но и удостоверение. Оперативники, которые столько времени готовили материалы для возбуждения уголовного дела, понимали, в чем причина. Колеватов никогда не скрывал. Они со Щелоковым друзья. В Новый год с 1981 на 1982 год я позвонил Колеватову домой. У меня был домашний телефон, он мне его дал как-то. Сказал, Анатолий Андреевич, я поздравляю вас с Новым годом. И тебе привет. А он так разговаривал всегда артистическим тоном. Я говорю, от кого? От Николая Анисимовича. Я говорю, от какого Николая Анисимовича? От Щелокова. Вот он напротив тебе привет передает. Связываться со Щелоковым было опасно. Но замначальника УБХСС Виктор Кораблев все же решил рискнуть. Он позвонил в комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Там его выслушали и попросили немедленно явить.